Когда возникли компьютеры и интернет, разумеется, возникла проблема передачи информации и ее шифрования. Это нужно вовсе в основном не шпионам, шпионы как-нибудь без нас обойдутся. Это нужно всегда, когда, например, вы хотите, чтобы другой компьютер опознал, что работает именно с вашим. Типичный пример – оплата банковской карточкой любой покупки. Или вы входите в какую-нибудь социальную сеть, и она опознает, что именно вы. Ну, в общем, вообще невозможно представить себе интернет без того, чтобы сообщения там как-то шифровались. Если у вас, может быть, видели такой значок, в большинстве случаев у вас возникает в адресной строке не четыре буквы, а пять букв. Ну, это какой-то адрес. Вот это вот первая буква слова «безопасность» в security. И масса-масса других приводов. Шифрование необходимо. Вот одна из простейших схем шифрования, с которой все началось. В 1978 год три человека – Ривист, Жаниль и Аклиман, предложили совершенно замечательную, что называется, игру для мира. Давайте я прочитаю, чтобы не спутаться точно. Значит, они зашифровали английскую фразу весь хитростным образом. Буква первого алфавита – это 0,1, вторая буква – 0,2, третья – 0,3, последняя – 2,6, пробел – 0,0. Так вот, фразу записали таким образом в виде последовательности цифр. У них получилось 78-значное число. Потом взяли два простых числа. Одно, в общем, объявили всем. Одно 64 цифры в десятичной системе, другое 65. Перемножили их, ну, на компьютере, разумеется. И дальше замечательная идея. Смотрите, то, что называется шифр с открытым ключом. Вот здесь вот нарисована эта схема. Произведение П умножить на КУ. Публикуем так, что оно известно всем. Дальше есть две операции. Одна операция – это возведение в степень. Операция шифрования. Другая операция – как-то странно, тоже возведение в степень, правда, в другую. И эту схему можно использовать как для того, чтобы любой мог зашифровать, но только тот, кто знает, сейчас вы знаете, что знает, мог расшифровать. Или наоборот, чтобы любой человек мог расшифровать, и наоборот, тот, кто знает, мог бы зашифровать. Интересно, для чего нужно? Например, есть такая вещь, как электронная подпись. Вы получаете письмо, и вы знаете, что вы получаете его от конкретного человека. Это что означает? Любой может прочитать письмо, а вот написать его мог только человек, знавший число Е. Итак, как связаны числа Е и Ф? Их произведение дает остаток 1 при делении на функцию Эйлера от произведения П. Ну, функция Эйлера от произведения двух разных простых чисел – это П-1 умножить на П-1. Вопрос, почему для компьютерных вычислений, если вы закажете число Е, более-менее любое, почему вы легко можете найти число Ф? Любое, в том смысле, что взаимопростое, конечно, с Фиатбеку. Ну, очень просто. Алгоритм Евглида работает быстро. Ведь фактически мы должны применить алгоритм Евглида к числу Е и числу Фиатбеку, чтобы найти Ф. Ну, или, соответственно, применить алгоритм Евглида к числу Ф и числу Фиатбеку, чтобы по Ф найти. Если вы знаете сами числа Фиатбеку, то вы легко находите вот это вот произведение, и после этого по алгоритму Евглида любому числу Е находите Ф. И наоборот, по любому числу Ф находите Е. Почему, если вы зашифруете, а потом расшифруете, то получится исходное сообщение? Вот почему. Х в степени Еф – это х в степени 1 плюс какое-то там неотрицательное целое число К умножить на Фиатбеку, а х в степени Фиатбеку по теории Эйлера, по версии Малая теория Ферма по версии Эйлера, это будет единица, значит, останется просто х. Отлично. История после 1378 года имела замечательное продолжение. В 1994 году Аттинс, Грэф, Ленства и Лейланд эту фразу расшифровали. Фраза оказалась не очень интересной, просто некоторые 200 слова, не более того. Но важно, что при помощи компьютерной техники того времени вот с такими числами удалось справиться. Это ничего страшного для методов не означает. Это означает, что просто нельзя брать такие, что называется, короткие числа, что с ними современная компьютерная техника может забраться. Значит, надо просто искать большие, не знаю, с поздно, больше, простые числа и применять этот метод. Разумеется, сейчас придуманы разные варианты. Один из любимых вариантов это с умножением точек аналитических кривых и так далее, и так далее. Разные другие алгоритмы. И одна из важнейших проблем, которая есть в этой науке, состоит в том, что, в общем, удается придумывать разные вот такие замечательные функции, где-то совсем непросто, но удается. А нет доказательства, что шифр стойкий. То есть, понимаете, если вы начинаете просто так перебирать простые числа, одно за другим, и произведение было уже однако уделить с целью возложить на множители, понятно, что это будет долго, да, и так никогда не переберешь. Но почему нет какого-то хитрого алгоритма? Ну, вернее, он есть, потому что как раз иначе, иначе бы не вскрыли, алгоритмы очень сильно ускоряющие разложения на простые множители есть. Ну вот, в общем, строгих доказательств оценок снизу, в общем, нет. И непонятно, это одна из важнейших проблем информатики. Собственно, удастся ли когда-нибудь получить эти самые оценки. Но на практике все это работает. И работает совершенно замечательно. Мы пользуемся компьютерной связью и что только не делаем по интернету. И, в общем, пока, пока все это совершенно замечательно работает. Единственное, что здесь еще стоит... Как делать большие и простые числа, это потом. Мы немножко не готовы еще для этого. А вот к чему мы абсолютно готовы. Как возводить в степень? Дело в том, что брать в качестве е какие-нибудь такие маленькие числа, конечно, наверное, неправильно. Скажу, в качестве е брать единицу, совсем неправильно. Значит, возникнет задача возвести число в достаточно большую степень. Конечно, здесь очень важно, что мы все время берем по муне. Я забыл написать, но вообще-то надо было брать остаток отделения. Да, даже без всяких скобок. Нас просто интересует остаток отделения на ПКУ. И здесь то же самое. Остаток не само число, а остаток отделения. Конечно же, да? Иначе, если мы просто степень писали, то никого из света, конечно, не было бы. Так как же возводить в степень? Схватывает идеи боющихся стрелущества. Вот здесь вот написано случайное число 9007 в двоичной системе числений. Если вы посмотрите, это означает, что какое бы число х ни взять, х в степени 9007 получается как х умножить на х квадрат, на х четвертый, х восьмой, тридцать второй. А что это означает? Мы можем вычислять такие величины. х, х квадрат, х в четвертый, х в восьмой, х в шестнадцатый, в тридцать второй, в шестьдесят четвертый. Обязательно вычисляем. Только вот х в шестнадцатый не будем потом писать, да? х в шестьдесят четвертый, х в шестьдесят четвертый, х в шестьдесят восьмой, опять-таки, в шестьдесят четвертый не будем писать, в шестьдесят восьмой не будем писать, х в двести пятьдесят шестой будем писать, в пятьсот двенадцатый будем писать, в тысяча двадцать четвертый не будем, в две тысячи сорок восьмой не будем, и х в степени 4096 тоже не видно, а х в степени 8192, вот и все. Каждый раз возводим квадрат, и после этого, когда мы посчитали все эти степени, часть из них перемножаем. Почему я сказал, что эта идея известна с древнего Египта? А потому что именно таким образом умножали числа в древнем Египте. Смотрите, у них система исчисления была непозиционной, поэтому наш с вами алгоритм умножения в столбик для них был какой-то совершенно высшей математикой. И поэтому они, кстати, это осталось в течение многих столетий, и говорят, что там необразованные крестьяне, собственно, так и в 18-м и в 19-м веке, когда нужно было перемножать числа, делали. Продолжение следует...